В Сургуте построили новую школу на 900 мест. Сейчас в образовательном учреждении началась процедура лицензирования. Процесс не быстрый, поэтому ученики сядут за парты в сентябре. Тем не менее, этот объект жители домов в округе называют долгожданным. Почему, знает наш корреспондент. Позволяет функциональность обеспечить доски. Интерактивные доски вместо обычных просторные кабинеты с панорамными окнами. А еще в распоряжении школьников будет два спортзала, класс хореографии, 25-метровый бассейн, тир, а также зона отдыха и сна для тех, кто останется на продленку. Строительство образовательного учреждения полностью завершено. Объект проходит процедуру лицензирования. У нас сейчас очень серьезный дефицит школьных мест, поэтому школы такого формата и класса, в которых есть и два спортивных зала, есть бассейн. Современно оборудованные интерактивными досками учебные классы. Конечно, они востребованы. Новый блок школы «Перспектива» рассчитан на 900 мест. Первых учеников примет в сентябре этого года. Объект долгожданный, поможет разгрузить соседние образовательные учреждения. Наша начальная школа «Перспектива» всегда была очень востребована. Определенные года они набирали по 16 первых классов, и только в этом году у них было 10 первых классов, потому что уже возможности образовательной организации не позволяли. Поэтому, конечно, мы на сегодня очень ждем и уверены, что как раз обеспечим и предоставим потребуемые места для детей, которые живут в данном микрорайоне. На строительство нового блока школы потратили 970 миллионов рублей. Деньги окружные и муниципальные. Возвели ее в рамках программы развития образования. Рабочие зашли на стройку еще в 2019 году. Но из-за пандемии пришлось делать паузы. То не хватало материалов, то людей. В этом году мы получим еще одну школу. Ну, это уже по концессии. Ну, также есть еще несколько, порядка пяти еще заключенных конституционных соглашений сейчас. Вот. В разной степени готовности будем строить и по концессии, будем строить и по 44-м ФЗ. Но даже с вводом в эксплуатацию нового блока школы в городе не решится проблема острой нехватки ученических мест. Чтобы перевести всех детей на односменное обучение, нужно построить еще 27 объектов. Один из них будет открыт в ближайший месяц. Речь об образовательном учреждении в 39-м микрорайоне.